МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы смотрите Модные новости. Самые актуальные и интересные новости в мире моды, стилей и трендов прямо сейчас. Меня зовут Катя Гусева. Меня зовут Даша Плаксина. Аня Ситова. Шмырина Даша. Дарья Белова. Арина Рябикина. Тоня Володина. Покалео Марина. Ой, девочки, а я точно знаю, что выбрать для встречи Нового года. 2017 год – год петуха. Необходимо встречать в ярких нарядах, которые вызывают ассоциации в огненных стихиях. Такие как красный, оранжевый, желтый и золотой. Включайте фантазию, и вы будете самыми красивыми в новогоднюю ночь. Петух любит быть в центре внимания. Аня, спасибо за крутые идеи. Недавно я посмотрела фотографии российских звезд со времен 90-х. Как же изменилась мода спустя столько лет. Когда-то Алла Погачева предпочитала крой по фигуре объемным вещам. Если бы Лолита родилась в 90-х годах, она отлично бы прониклась эмо-модой в 2000-х. Короткие стрижки, красный бархат. Группа Стрелки уже тогда знала о главных тенденциях. Крутые начесы и топ-стразах также были в моде. А это бархатный наряд Татьяны Булановой. Можно вдохновиться к Новому году. О, Марин, было очень интересно. Но я хочу рассказать вам, что в нашу жизнь приносят аксессуары. И мой первый пример для изменения себя – это диадема. Оптимальным вариантом станет диадема из белого металла с прозрачными камнями и небольшого размера. И девочки, помним, быть принцессами всегда в тренде. Даша, ну вот зачем тебе все эти аксессуары? Ведь это не главное. Главное знать самых модных людей Москвы. Сейчас я вам покажу мои самые любимые вечерние платья у звезд нашей эстрады. Аня Лорак всегда удивляет нас своими с ног сшибательными платьями. А вот и мое любимое. Это платье белое, длинное и очень красивое. Больше всего в этом платье мне нравятся вот эти вот милые бантики. Вы только посмотрите, какие они милые. И само платье очень красивое. Липа Тетерич. На открытии новой волны 2016 у Липы было изумрудное платье-халат. Это платье мини и украшено пайетками. Халат отделан изумрудными страусинами перьями. Что сейчас модно в этом сезоне. Липа, ты в тренде. Также на новой волне 2016 ведущей была Ксения Собчак. У нее было не менее красивое платье. Оно было тоже украшено серыми страусинами перьями. И само платье было серое. Просто загляденье. Все ваши рассказы очень интересны. Но я вам расскажу про молодежные тренды 2016 года. Сейчас в тренде джинсы-скини. Шифоновые блузки и черные колготки в мушку или в горох. В 2016 году популярны красные и черные цвета, цветочные и растительные принты. Девочки, мы чуть не забыли о самом главном. Макияж. Я вам сейчас все расскажу и покажу. Екатерина, вы такая красивая. Но сейчас мы сделаем вас еще красивее. Эта основа у нас прозрачная. Мы ее наносим совсем чуть-чуть. Сейчас будем ее растушевывать. Вот. Артем, ты что здесь делаешь? У нас демишник вообще-то. Наш макияж готов. Ну что, как вам? Класс! Спасибо, я старалась. Девчонки, но чтобы наша история о моде была намного интереснее, я считаю, что комментарий должен нести профессионал, это дизайнер. И сегодня в гости к нам я пригласила потрясающего модельера Вадима Мерлиса, постоянного участника недели моды в Москве. Ура! Вадим, привет! Очень приятно с вами быть в компании. Задавайте вопросы, я с удовольствием вам на все-все-все отвечу. Вадим, в каком возрасте вас проникла идея стать дизайнером и как вы добивались своей цели? В детстве мои самые первые воспоминания, я помню свою маму кудрявую, с помадой, с юбками в складку, в сапогах. Поэтому с самого детства мне это стало интересовать, я стал рисовать эскизы. Уже в детском саду все дети за мной все это повторяли, мы там наряжались, переодевались. И постепенно это переносло в профессию, хотя я не знал, что есть такая профессия дизайнера. Что значит профессионал в вашем деле или просто любитель? Ну, любитель это когда ты просто говоришь маме, мам, давай с тобой сошьем юбку прикольную. И вы с ней берете, шьете юбку, смотрите журналы. А профессионал тот, кто создает продукт, тот, кто одевает много людей. Как вы считаете, чем ваша одежда отличается от других марок? И почему при выборе нужно отдавать предпочтение именно ей? Я очень люблю своих клиентов, и всегда моя одежда сшита из натуральных материалов. Вещи всегда очень удобные, в них можно делать все, что угодно, хоть прыгать, хоть кувыркаться. И они очень универсальные. А самое главное, что я умею делать вещи, которые стоят недорого. Вадим, вы начинали свою карьеру продавцом-консультантом. Как вы добились такого успеха? Ну, я в тот момент учился и как бы начинал потихоньку зарабатывать. Два через два я работал продавцом-консультантом. Это, на самом деле, отчасти был залогом успеха, потому что я стал общаться с клиентом и понимать, что он хочет. И когда я стал это понимать, мне стало намного легче сделать коллекции, которые востребованы. В этом и был мой успех. Спасибо. Я тоже хочу сделать свою марку одежды. Вот как вы думаете, что нужно делать для того, чтобы она стала успешной? Ну, во-первых, нужно иметь для этого желание, а желание у тебя есть. Нужно, конечно, интересоваться. Нужно смотреть показы. Я думаю, что ты их смотришь, раз тебе это нравится. Нужно пойти учиться. Сначала нужно пойти учиться рисовать, а потом ты уже пойдешь учиться по профессии. Нужно любить шить. Конечно, дизайнер не может не уметь шить и не уметь кроить, не знать, как это делать, потому что каждый шов, каждая строчка – это уже дизайн. Если ты выучишься и пойдешь работать по профессии, то у тебя все получится. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Вадим, почему вы выбрали профессию дизайнер? Вообще дизайнер – это такой немножко эгоист, ему хочется, чтобы все выглядеть так, как он хочет. Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый звездный клиент? У нас много клиентов. Мы на самом деле всех любим, мы без этого с ними не работаем. Но есть у меня одна звезда, которой я всегда делаю подарки – это Алла Борисовна Пугачева. Ей с особым удовольствием я дарю платье. У нас с девчонками есть наш друг Никита, он нам подготовил музыкальный подарок. Никита, заходи к нам! У меня тоже никита, пошел бы в голове. У меня только когда-то долго жалко, Git её не Guerrил за в textured separated. У-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-уу-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у – 4-у-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok This is gonna be the best day of my life My life Вадим, как бы нам грустно бы не было, но нам пора с тобой прощаться. Так что спасибо, что пришел к нам. Пока! Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наша программа подходит к концу. Но я уверена, что мы встретимся в будущем году. А так как скоро наш любимый праздник – Новый год, давайте всех наших зрителей поздравим с наступающим Новым годом! И я хочу вам всем пожелать счастья, добра, больше улыбок, много подарков, позитива и хорошего проведения. Ну что, друзья, давайте скажем всем «До свидания!» Субтитры сделал DimaTorzok